Добрый день, ребята! Итак, мы с вами продолжаем изучать восьмой модуль. Следующий раздел для изучения будет грамматика. Мы приступаем с вами к изучению условных предложений. В английском языке четыре типа условных предложений. Нулевой, первый, второй и третий тип. Итак, нулевой тип. Zero conditional. Он образуется при помощи слова if или when плюс present simple и вторая часть предложений тоже будет present simple. Давайте рассмотрим на примере. If или when you eat well, you have the energy to exercise. Если ты кушаешь хорошо, у тебя есть энергия, чтобы делать упражнения. When you eat well, you have the energy to exercise. Когда ты кушаешь хорошо, у тебя есть энергия, чтобы делать упражнения. Итак, мы можем беспроблемно заменить слово if словом when. По смыслу все будет то же самое. Когда же мы используем это условное предложение нулевого типа? Мы используем нулевой тип для общей правды или законов природы. Обратите внимание, мы начинаем всегда условное предложение со слова if. Когда условное предложение со словом if стоит перед главным предложением, мы отделяем эти два предложения запятой. Давайте сравним на примере. If you eat a lot, you put on weight. Если ты кушаешь много, запятая стоит тут, кома, запятая на английском, ты набираешь вес. И вот второе условное предложение. You put on weight if you eat a lot. Ты набираешь вес, если кушаешь много. Итак, все понятно. У нас, еще раз объясняю, условное предложение, в нем всегда есть условие. Та часть предложения, в котором есть условие, является придаточной. Остальное будет основным предложением. Надеюсь, вам правило понятно. Продолжение следует...